бывает с утра ты можешь оказаться там где-нибудь в подвале на крыше еще где-нибудь а вечером например в администрации на каком-нибудь концерте прибежали в торговый центр бежим ах вот это мне нравится быстренько померила купила домой принесла утром проснулась и ты не понимаешь для чего ты купила зачем и чем ее носить можно выглядеть абсолютно неуместно и некрасивой и уродливо в полностью одеты в какие-то известные бренды да и можно выглядеть супер стильно за грубо говоря за три копейки вообще сейчас вот в моде в тренде индивидуальность личности мне скажи что ты хочешь я тебе скажу что я могу тебе посоветовать это огромнейшая работа найти свой стиль человеку потом в этом образе жить и не уходить на работу там ухаживать за маленькими детьми то есть тут тоже если ты на 12 метровой шпильки поди догони всем привет это клин онлайн ну что же дорогие модники и модницы настал ваш час сегодня мы говорим о культуре стиля с имидж стилистом ксении кирьяновой ксюш привет привет ксюш ну первый вопрос конечно же не могу не спросить из журналистов в стилисты очень так получилось весело как-то так случайно получилось потому что я уже сколько в журналистике 20 лет наверное да и вот до недавнего времени все еще работала ездила по съемкам но вот этот вопрос мода стиля он меня всегда как девочку волновал но журнала как журналист я часто сталкивалась с такой ситуации когда ты едешь на съемку до бывает с утра ты можешь оказаться там где-нибудь в подвале на крыше еще где-нибудь а вечером например в администрации на каком-нибудь концерте и вот это вот всегда как одеться чтобы выглядеть чтобы тебе было комфортно удобно и еще как красиво да и вот этот вопрос меня всегда волновал потом я какой-то период работала в пиар-службе и там тоже сталкивалась с этими вопросами потому что нужно было соответствовать всегда протоколу но ты как личность до хочешь какие-то свои реализовать феньки-мульки до в своей внешности и поэтому вот этот вопрос как выглядеть уместно как выглядеть там соответствии с каким-то определенным дресс-кодом и я начала сама для себя эту тему изучать и углубилась так глубоко зашла что закончила сначала онлайн школу стиля потом оффлайн европейскую академию имиджа и совсем недавно вот решила что хочу этим заниматься хочу нести красоту хочу делать женщин и мужчин в том числе красивыми ксюш совсем недавно это когда вообще я три года уже в стилистике академию закончила в октябре этого 2020 как раз того самого страшного сложного года и диплом получила вернее поступила в академию в двадцатом диплом получила на новый год это прям целое обучение да вот как юриспруденции или слесарному делу до посещением лекций с практикой в торговых центрах с настоящими клиентами которых нужно было решить определенные задачи и с защитой серьезного настоящего диплома все было по-взрослому все так было строго поэтому такая школа пройдена но я наблюдаю за тобой в инстаграм и в основном все твои stories из нашей столицы из москвы в клену никто не нуждается в работе над своим стилем я не знаю думаю что конечно нуждается я работаю большую частью со знакомыми до в клену а так сложилось просто видимо то что учеба в москве да ну и мне кажется пока у нас люди не готовы нету понимания что можно работать со стилистом и что работа со стилистом это не так дорого как кажется на первый взгляд да что наоборот работа со стилистом экономит наш бюджет потому что когда ты четко понимаешь какую вещь тебе нужно какую она твою задачу решает какую цель преследует да что ты хочешь эту вещь у сказать когда у тебя есть в шкафу определенный конкретный набор вещей не такой что да как мы с ситуативной такой покупки у нас встречаются очень часто и мне кажется каждый грешен в этой а если еще и по скидке так вообще в этом до прибежали в торговый центр бежим ах вот это мне нравится быстренько померила купила домой принесла утром проснулась и ты не понимаешь для чего ты купила зачем и с чем ее носить да и когда то процентов это 9 90 процентов вот этим я веду и все это у нас складируется шкаф у нас раздувается места не хватает да мы каждый раз задаемся с утра вопросом ах вот опять одеть мне нечего как бы вроде и вещей то много да и вот как раз тут в стилист помогает разобраться во всем этом хаосе вот расскажи вот с чего начинается работа со стилистом вот я например заказалась тебя смотри вот и начнешь есть разные до подходы но если берем классическую схему лучше конечно идти все проходить этапу потому что вы пройдя один этап и ты уже погрузившись знаешь да все тонкости и так проще работать то есть понятно консультация мы с тобой общаемся мы смотрим твои особенности мы вычленяем твои какие-то фишки мы смотрим какие длинные вещей брюк юбок платье в тебе подходят да какие ткани лучше использовать мы погружаемся в твою сферу деятельности да и определяем каких вещей нам гардеробе нужно больше каких меньше и сколько нам нужно аксессуаров там акцентов каких-то чтобы где-то выделиться а потом советую рекомендую делать ревизию гардероба она заключается в том что мы во первых разбираем убираем неактуальные старые вещи которые у некоторых хранятся на как мне в этих джинсах удобно гулять с ребенка зачем я их буду выкидывать правильно но если они уже не актуальны если у них уже вид настолько и по ним понятно что совсем древние зачем 1 во дворе кто меня их можно заменить и все просто замените на более актуальную модель будут те же самые джинсы в которых тебе удобно гулять во дворе с ребенком также вот когда мы делаем ревизию гардероба сначала мы значит сортируем вещи а потом из них складываем комплекты и вот здесь начинаются вообще просто творятся какие-то чудеса у людей делаются такие глаза и они горят боже мой неужели это все моем у меня есть что носить мне есть что надеть то есть очень часто люди просто не умеют у них нету навыка складывать комбинировать вещи то есть на первый взгляд несочетаемые абсолютно вещи то есть я так не буду носить вот очень часто то есть работаю до составляю какой-то лук я так не буду носить как это можно надеть блестящую юбку с джинсовкой нет что вы да ну у нас есть стереотипы какие то вот я не знаю откуда они сложены но еще один из стереотипов все-таки стилиста себе там работает со стилистом человек обеспеченный то есть я к чему имеет ли значение стоимость вещей бренд вещей абсолютно не имеет значения можно выглядеть абсолютно неуместно и некрасиво и уродливо в полностью одеты в какие-то известные бренды да и можно выглядеть супер стильно за грубо говоря за три копейки да то есть стиль это не значит дорого то есть можно грамотно составить гардероб и за довольно таки скромный бюджет вот у меня прям совсем недавно была клиентка мама в декрете до того как у нее родился ребенок она у нее то есть все вещи спортивные и такие мрачные темные цвета до оттенки ну такая молодежная мода с рождением ребенка ей захотелось быть женственной и захотелось женственность романтики и соответственно у нее был запрос что сделали мы то есть бюджет ограничен да мы скомбинировали разобрали гардероб поставили джинсы добавили футболки с принтами с цветами там каких-то нежных оттенков и все и вот если брать гардероб до и после он совершенно изменился хотя мы там небольшие вливания сделали абсолютно кто сейчас вот твои клиенты или они вот совершенно разные от мамы в декрете нет вот так сложилось просто я веду свою статистику до клиентов меня так складывается что со мной у меня выбирают работать женщины работающие у которых нету времени тратить вернее нету возможности тратить много времени на создание гардероба у меня как так сложилось руководители женщины которые хотят то есть которые уже под которым под надоели классическое вот это видение костюм до костюм блузка костюм блузка которые хотят вот именно свою как-то выражать индивидуальность и вот я сейчас работаю с таким сегментом и в принципе мне комфортно с такими людьми работать с клиентами потому что я сама когда-то работала на административных должностях да и у меня как раз я все эти боли их они мне знакомы я их все внутренне пережила и когда они мне начинают мы начинаем общаться начинаем в ходе консультации да выяснять что как нам нужно то я вижу себя вот по сути и поэтому нам просто с ними работать вот пока у меня вот я не говорю что я там только с ними работаю да но большая часть это вот женщины которые работают работают на каких-то должностях которые хотят сделать свою офисную одежду свои офисный гардероб нескучно разнообразить как-то и выделиться ну так как нас смотрят те кто еще большинство тех кто еще не работал со стилистом а может быть только собирается может быть есть какие-то универсальные советы вот не знаю для блондинок для брюнеток для маленьких для высоких универсальных советов как таковых нету да вот прямо чтобы вот возьмите пойдите купите то-то то-то-то такой набор да если мы говорим например про базовый гардероб то у каждого человека он свой то есть если там девушка фитнес-тренер то есть соответственно не нужно кучу костюмов деловых да если девушка женщина до бизнес-вуман ей не нужны там спортив кучу миллионных спортивных костюмов поэтому то есть вот это вот понятие базовый гардероб там и перечисления до список такой вот пожалуйста купите базовый гардероб и будет вам счастье нет так не работает потому что каждого свой индивидуальный подход и свой образ жизни и в первую очередь мы решаем за смотрим от этого отталкиваемся да уже потом разбираем особенности фигуры внешности колорит внешности вообще такое есть вы понятие да что в гардеробе должно быть 60 процентов вещей базовых 30 процентов стильных это те которые ваши фишки изюминки которые делают вас узнаваемой до какой-то своего рода вас почерк до среди остальных выделяют каким-то образом и 10 процентов брендов что это за вещи или штучки вот эти 30 процентов которые делают мой стиль твой неповторимым и узнаваемым у наших близких и друзей ну вообще сейчас вот в моде в тренде индивидуальность да вот личность именно и поэтому твоей фишкой может быть какая-то вне часть внешности до глаза тонкие запястья цвет глаз и мы когда подбираем гардероб можем подчеркивать это до длину шею допустим и и может также быть могут быть какие-то элементы аксессуаров ну например очки я очень актуальна я всегда в очках да например и вот я под каждый образ каждый день в принципе наверное да меня люди не могут практически могут и не видеть без очков да но у меня будут вот имиджевые очки там солнцезащитные очки вот это будет моя фишка стилевая да либо там я не знаю шарфы серьги какие-то в общем кому что идет то есть вот мы смотрим выбираем а то есть у меня может быть 30 шляпок да я их буду до сочетать до бейзболок кем да да то есть у тебя будет базовый гардероб твой а фишечка например там какая-то интересная шляпка ты пошла на какое-то мероприятие пришла в этой шляпкой все знают что это пришла олеся трубинкова понятно а бывает такое что вот ты говоришь клиенту что ваши вот я не знаю каблуки 12 сантиметров или там наоборот кеды белые с красными шнурками они не соглашаются но ты вот прям видишь что это их или здесь в этой работе компромисс всегда уместен ну естественно компромисс уместен во первых отталкиваемся в чем комфортно и удобно клиенту если клиенту удобно на 12 сантиметровой шпильки ну вопрос в том что насколько она будет актуально и уместно на своей шпильке в том или ином событии вот поэтому конечно когда мы работаем с клиентом я говорю и объясняю да что вот лучше вам так чем вот так и в первую очередь слушаю клиента да что он внутри хочет и говорю что вот вот это найти внутреннее я до клиента найти что вот он хочет и совместить это с внешней оболочкой вот это вот работа такая интересная глубокая то есть которая позволяет нам вот найти вот этот свой персональный стиль то есть это огромнейшая работа найти свой стиль без честно скажу сама провожу кучу экспериментов над собой до каждый раз вот ищу какие-то попытки что-то мне вот там хочется это хочется другое хочется и когда мы начинаем с клиентом то же самое работать он настолько получается погружается в себя и достает из себя какие-то вот вещи бывает так что мы например создаем блок и клиент говорит нет я так не буду носить я так вот то есть у меня была женщина занимающая занимающая высокий пост в администрации ивановской области захотела у нее был запрос разнообразить вот офисный лук да быть какую-то найти свою фишку я ей предложила юбку с асимметричным низом и первая ее реакция была нет я это не одену то есть для у нее до понятия то есть как это у нас строгий дресс-код там юбка по колено да чуть пониже колено пиджак все все должно быть строго и тут вдруг асимметричный она такая же строгая да она точно также по фигуре она нигде у нас конфликтует в другом месте она одевает в примерочные смотрят на себя у нее вот этот шок проходит она понимает что ничего не изменилось по сути да просто чуть-чуть но это чуть-чуть обратят внимание коллеги они она выделиться на фоне всех остальных то есть бывает такое что сначала клиент не воспринимает а потом бывает некоторые входят наоборот и мы идем а сколько нужно времени вот поработать со стилистом чтобы ну отчасти удовлетворить вот свои потребности сколько раз вы встречаетесь я имею ввиду долго ли долго ли 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 это работа но в каждом все индивидуально да потом еще сами люди разные психологии людей разная кому-то требуется короткий период времени на принятие решения кому-то нужно подумать у кого-то есть сомнения да кто-то приходит к стилисту уже понимая что он хочет а кто-то еще как бы не может сформулировать да чтобы он хотел видеть да и поэтому вот здесь вопрос времени он с каждым индивидуально а оплата как в этом случае по часовая дневная а чего зависит твоя оплата ну вообще стандартно да стандартная работа стилиста это ревизия и шоппинг это почасовая оплата но также я говорю если у меня клиент например берет ревизию соответственно мы с ним у меня уже другие условия для него на шоппинг сопровождение да я уже делаю какую-то скидку вот так а как ты выбираешь опять же от достатка да от бюджета который озвучивает клиент куда вы идете за новыми вещами естественно конечно в ходе консультации то есть первая всегда консультация мы проводим до всяких там каких-то манипуляций мы обсуждаем это то есть какой у нас бюджет сколько клиент готов потратить на шоппинг и даже на этом стадии мы расставляем приоритеты то есть мы например можем купить дорогой обувь дорогую сумку которая прослужит нам многие годы да не один сезон и которые нам дадут статус в образе и попроще например купить какие-то там вещи футболки джинсы марок менее дорогого сегмента ксюша ну а если все-таки мы говорим о бюджетном клиенте вот как ты ему помогаешь здесь есть такая фишечка до достаточно иметь довольно таки небольшой гардероб там буквально там футболка и джинсы например но мы играем за счет аксессуаров потому что как правило аксессуары стоят недорого да мы их можем позволить они есть в каждом магазине в разных сегментов то есть это вот да у нас здесь при дамеры ну скажи что нибудь допустим платок да мы берем повязываем например вот сюда на руку да если офисный стиль все либо мы его можем повязать на сумку и пока мы идем до офиса если у нас строгий дресс-код да мы уже выделяемся из толпы вот этим вот ярким к платочкам да мы его можем на шее повязать мы его можем как косынку повязать то есть смотрите да сколько уже я сказала вариантов ношения всего лишь одного платка да плюс стиле образующие у нас это очки которые тоже также совершенно недорого могут стоить в разных магазинах и мы можем с их помощью завершать образ да серьги это вообще я вот фанат сережек например вот то есть у меня в коллекции их очень много потому что это самый простой способ сделать с интересным свой образ а скажи а вот можешь ли ты уже определять по внешности по типажу вот что подходит именно этому человеку но я пользуюсь случаем не могу не спросить да вот мы с тобой давно не виделись хотя давно знакомы вот ты меня увидела уже в профессии как стилист что вот можешь сказать что можешь посоветовать мне я тебе ничего не буду советовать потому что это стоит денег потому что я не знаю твой образ жизни я не знаю твой запрос что ты хочешь от меня да ты мне скажи что ты хочешь я тебе скажу что я могу тебе посоветовать потому что так сходу ну вот красивая олеся да ну я могу предложить померить такие-то джинсы там такую-то футболку блузку какой-то но я же не понимаю насколько они тебе будут как сказать юзабилити в твоем да в твоей жизни может быть я тебе предложу красивое шифоновое платье а ты мне скажешь а куда я в нем ходить буду и тогда как то быть то есть здесь вот с каждым индивидуальная психология целая философия да да то есть это кажется что работа пробежался по магазинам ну да да а нарядился и все ну да может быть кто-то так и работает нарядился и все но человеку то потом в этом образе жить ему уходить на работу там ухаживать за маленькими детьми то есть тут тоже если ты на 12 метровой шпильки поди догони это красиво вот на той маринке да очень часто бывает люди когда приходят и говорят я хочу выглядеть вот так начинаем работать до начинаем разбираться вот вы хотите так куда вы так будете ходить как часто вы будете ходить выясняется что там она раз в полгода там выйдет куда-то на вечеринку с друзьями все остальное время она сидит дома там детей воспитывает ну и для чего тратить большой бюджет да вот на такой образ например или создавать вообще гардероб на основе таких такого образа поэтому здесь индивидуально и очень часто стилист помогает даже клиенту осознать вот насколько ему нужны те или иные вещи и в каком количестве и получается что изначально человек думает что он тратится на стилиста до вкладывает большие деньги но когда начинаем работать участь что клиент даже экономит потому что первое он начинает прекращает покупать все что ему не упадет в глаз в магазине да потом он начинает разбираться уже сам понимает да какие вещи ему нужны какие не нужны и тем самым не покупается вещи которые не будут его украшать которые не будут отвечать его запросу и таким образом получается экономия он будет знать что можно например купить дорогие аксессуары и вложившись там на пять сезонов вперед да поиграть чем-то каким-то простыми футболками не обязательно покупать ее там за большие деньги когда можно там купить за тысячу рублей и ходить довольным ну то есть работа с истилистом это только вот так кажется да что это дорого нет это не дорого это очень доступно и мне кажется наоборот это даже какая-то экономия для бюджета семейного по себе знаю ксюш ну и напоследок вот в ту камеру что ты скажешь тем кто еще продолжает бешено скупать по скидкам надо не надо или ищет себя вот что ты посоветуешь им я посоветую давайте не будем давайте будем за разумное потребление да давайте будем покупать вещи исходя из своих целей задачи и в первую очередь думать о своей индивидуальности потому что стиль это это даже я бы сказала не только то как мы выглядим да стиль это вообще наш образ жизни то с какими людьми мы встречаемся то куда мы ходим какую музыку слушаем поэтому давайте делать создавать вокруг себя вот эту вот как атмосферу до красоты и стиля что-то наградил по моему потому что когда горит ксюш спасибо большое за эту интересную беседу и до встречи давай